Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМА. Ксенович, здравствуйте. Добрый день. А вот задам вам вопрос, если позволите, такой, пока отвлеченный для начала беседы. А вы с интересом наблюдаете, как на ваших глазах развивается история, новая история нашей страны? Вам же видны все эти перипетии, при этом я понимаю, что вы же не просто процесс видите, вы видите еще то, кто за ним стоит, что за этим стоит. Наверное, это невероятно увлекательно. Ну да, да. Если сам участвуешь, так или иначе, в этой сессии, то это особенно интересно. Я с конца взятых годов участвую в той или иной форме в политике, поэтому... Ну, кстати, вот и в выборах первых президентских я участвовал в качестве тоже президента, потому что мало кто сейчас помнит, если уж говорить о будущих, мы всегда сравниваем. А вот сравнивать надо понимать, какая точка отсчета была в 2000 году, когда выбирали первый раз Путина. И, кстати, я говорю еще раз повторяю, я участвовал в этих выборах, прежде всего потому, что на самом деле сначала был своего рода сговор, не хотели выставлять кандидатов. И если бы этого не было, тогда бы безальтернативные выборы бы не прошли и назначили бы очередные выборы, к которым бы лучше подготовились. Это вот история как-то не очень известна. Вот, собственно, поэтому шел на выборы, не в том, что у меня амбиции захлестывали. Так Путин получил страну в августе, именно получил страну в августе 1999 года, которая не обладала суверенитетом ни финансовым, ни правительственным, потому что правительство было, по сути дела, чужое, и ему даже, президенту, не подконтрольное. И даже когда он уже стал президентом, первые два-три года он, по сути дела, не контролировал правительство. Региону ему большинство не подчинялось. Крупнейшая оппозиция во главе, я просто напомню, с Примаковым, Лужковым, Титовым, была мощнейшая оппозиция региональных баронов, которые не признавали это решение Ельцина и против него выступили. Это потом они объединились, я имею в виду партия региональных вождей, стала пропутинской партией, партия объединилась с единством. А сначала это была жесткая оппозиция. Очень многие институты государственные были либо разными, либо дезорганизованы. Ну, хорошо, когда еще в свой функционал в какой-то степени захоронил МИД, хотя бы расслаблены СВР, но уже во многом были потрепаны МВД, ФСБ, то есть некоторые министерства вообще дышали наладом. То есть, по сути дела, я еще раз напомню, просто ситуацию реальную, мы были должны парижскому лондонскому клубу, по 200 миллиардов каждому, и только проценты по этому внешнему долгу должны были составить значительную часть внутри бюджета будущего 2001 года. Плюс ко всему война в Чечне, или точнее на Северном Кавказе. Вот представьте себе, человек приходит к власти, когда суверенитета, по сути дела, нет, денег нет, власти самой-то тоже нет. Потому что власть – это контроль регионов, власть – это контроль министерств и правительства. И, прежде всего, ему пришлось восстанавливать эти институты управления. И с этого, на это потратить огромное количество энергии и воли. И, скажем, первое его решение – это создание полпредств, так называемых, это было как раз создание тех институтов, которые бы восстановить контроль над единственной страной. Алексей Иванович, простите, я должен кое-что показать. Прямо сейчас давайте покажем, и потом я скажу, что там было. Итак, Путин беседует с Артемом Жогой. Покажите от меня. Так, от меня не могут показать. Сейчас покажут. Сейчас подождите. Надо все вовремя. Поехали. Вот президент беседует. Эта беседа шла с Артемом Жогой. Сначала анонсировали, что это будет важное заявление, и оно прозвучало совершенно неожиданно. Да, можно убрать. И там, во время беседы с Артемом Жогой, президент сказал, что будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Об этом он рассказал Артему Жоге, с которым пообщался после церемонии вручения медалей «Золотая звезда героям России». Очень необычно президент заявил о том, что он будет баллотироваться. То есть мы уже все ждали, что это будет с трибуны, что он скажет в какой-то иной форме. Мы только что видели, как это было сделано. Интересно. Очень необычно. Извините, что перебил, Алексей Иванович. Нет, нет, нормально все. Я просто хочу напомнить еще, что день-то у нас очень символический. Сегодня как раз 8 декабря. Это день развала Советского Союза. А Россия, когда примерно в декабре 99-го года находилась в это же время, уже выборы вот-вот должны были. Ельцин заявил в канун Нового года, но фактически к этому вошло. Она становилась на пути развала уже. Сейчас мало кто помнит. Я просто напомню, что это имеет отношение к сегодняшнему дню, что был план по развалу организации Варшавского договора на первом этапе, на втором этапе откола прибыльных республик, на третьем Украины, Белоруссии и других республик, и на четвертом развал России. Так вот, к этому этапу, к четвертому этапу, мы, по сути дела, в декабре 99-го года и подошли. И, кстати сказать, интересно, этот план, он существовал, и в том числе как концепция, но был секретный. Я его в свое время восстанавливал. ЦК партии попытался в отделе международном обсудить, но меня в очередной раз опозвали кристом, это был 89-й год. А самое интересное, что в 94-м этот план рассекретили. И он был опубликован, в то время такая газета была популярна на тасовке, и перенатывала за рубежом. И вот в сентябре 94-го этот план был, эта концепция секретная, она была рассекречена, и это опубликована. То есть вот надо прекрасно понимать, на каком этапе мы находились в 99-м году, когда, по сути дела, Путин начинал вот эту свою историческую эпопию. Я сразу оговорюсь, он прошел очень большую эволюцию. Он избавлялся постепенно от всех вот этих заморочек, либеральных и ошибок, и наслоений, и того, что его тянуло назад. Далеко не все, кстати сказать, ему удалось. И сегодня. И у меня достаточно претензий, кстати сказать, есть. И в отношении многих вещей. Но я могу сказать, то, что он сделал, это, конечно, фантастический успех. Да, это действительно так. И поэтому на этом фоне очень странно выглядит заявление того же Ллойда Остина. Он тут пообещал вчера законодателям отправить их родственников сражаться с Россией в случае, если они не поддержат выделение Киеву дополнительной помощи. Ну, вот цитата. «Мы направим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией». И Алан Маск вчера с Такером Карлсом пытался даже выяснять, он публично задал вопрос Такеру, неужели это так? Такер ему ответил, да, это так, есть подтверждение. Это что было? Эмоции? Зачем он это говорил? Что вообще с американцами? Мы, к сожалению, не всегда последовательны. Вот мы очень... Это, кстати, и к президенту относится, или, точнее, к тратковке его действий. Мы заявляем о том, что Запад для нас представляет сегодня дистанциальную угрозу, то есть угрозу выживания. А эта угроза выражается в том, что его конечная цель – развал России и уничтожение сначала ее суверенитета, а потом развал России и уничтожение нации. Вот и надо просто понимать масштаб этой угрозы. А потом появляются международные стратегические цели, и они вполне понятны. А вот деноцификация. Двумя регионами ограничиться, тремя-четырьмя или пятью. Демилитаризация. На каком этапе мы остановимся? Это мы что, Левобережье, так сказать, демилитаризируем, а дальше как? То есть вот эти вот вещи, их надо дозовывать до конца. Тем более, когда начинаются шептания и слухи о переговорах, американцы, конечно, будут интересованы сейчас взять паузу любой ценой для того, чтобы возместить потерянный ВСУ потенциал. Но вот этого допускать никак нельзя. Надо иметь в виду, что наша конкретная цель – не просто выстоять, а защитить свой суверенитет. И, опять же, возвращаясь вот к истокам этого, надо много других вещей сделать, которые не были сделаны до сегодняшнего дня. Ну, например, те, кто подписали 8 декабря 1991 года, у нас до сих пор еще чуть ли не в почете в могилах находится. Их окружение тоже. Да, а почему мы их до сих пор политически, исторически не осудим, как предатели, нарушившие присягу единому государству? И так и произошло. Они развалили, ладно бы только организацию Варшавского договора, социалистическое содружество, они развалили целую страну великую, которую три столетия, даже четыре, создавали. Разные совершенно люди, их предки, за которые были положены миллионы жизней на самом деле. И поэтому вот эти хвосты предательские с конца 80-х годов у нас тянутся. И вместе с ними тянутся люди, которые вышли из этой среды. А эти люди сейчас конкретно находятся и в том числе в сфере управления, от которых мы до сих пор не избавились и не избавимся. Ну, вот много таких вещей, я бы сказал, недоделанных, которые доделать, чтобы быть последовательным. Потому что если вы заявляете о экзистенциальной угрозе существования в России как государственной нации, ну так будьте последовательными и давайте все дело до конца. Смотрю на парней, которые подходят к президенту. Очень у многих по три ордена мужества. У многих герой ДНР, ЛНР. Ну, конечно, на наших ведь глазах рождается совершенно другая новая часть общества. Еще не осмыслили мы происходящее. Не знаю, это многие говорят, что да, вот было после Чеченской войны. Нет, друзья, такого не было после Чеченской войны. Это все совсем другие масштабы имеет. Вы что-то для себя отмечаете в происходящем? Я согласен, но вот я на что бы хотел обратить внимание. С конца 80-х годов у нас общество, в общем-то, разделилось на три категории. И сейчас, когда надо делать выбор, а выбор надо делать неизбежный в пользу, ну, как бы мы назвали, не глобализации, а автарки, то есть самодостаточности, нужно очень внимательно относиться к кадрам. А вот этот вот раздел общества на три категории людей, которые откровенно являются сторонниками к кем-то, западного толка и противниками существования суверенитета, и другой небольшой лагерь, относительно небольшой, который вот он сейчас в опухе сидит, он сейчас получает ордена. Понятно, что не первая часть, а вот эти люди приходят и воевать. Еще есть огромный третий лагерь, который сидит и держит фигу в кармане и ждет, чья возьмет, куда этот третий лагерь шарахнется. Во многом я, как участник событий 1991-1993 года, когда все вот так вот колебалось, на одной ножке стояло. Вот от этого будет очень многое зависеть, потому что эти ребята молодцы здесь, ну, чего хвалить? Все сказано тем, что они свое заслужили, свои ордена и медали получили. А вот другое дело, когда такими же орденами и медальами награждают предателей. Скажем, Горбачева наградили высшим орденом России, Андрея Первозвадовна. Это за что, так сказать, такая честь и слава? Сколько у нас таких награжденных, которые сейчас уехали за рубеж? Да, по эскалации, там, орден дружбы, орден почета, Александр Невс, заслуги передатечеству, вот весь набор и туда. Да, вот это надо тоже понимать, это тоже есть. И это тоже надо иметь в виду, потому что эти люди, они так просто сидеть не будут. Они и сейчас руководят, они и сейчас вмешиваются, и они сейчас нам мешают. И в экономике, и в финансах, и в средствах массовой информации. А это, кстати, правильная мысль. Ну, правда, я сегодня хотел показать документ, после эфира смогу им заняться. Про Колягина хотел поговорить, про его союз театральных деятелей, про то, как под его руководством целая плеяда предателей была воспитана, которая боролась с нашей страной, продолжает бороться. И то, что сейчас поменяли руководителя, ну, то есть ты понимаешь, что изменения происходят. Ну, сколько лет это все продолжалось? Сколько лет? Вот эта катастрофа. Знаете, хотел еще одну тему затронуть. Тему, тему, даже не знаю, безответственность. Иначе не назовешь то, что американцы делают. Байден опасается вторжения России в страны НАТО. Если Путин возьмет Украину, то он не остановится, говорит Байден. Он продолжит двигаться и атакует союзников по НАТО. Ну, естественно, ему ответили. Дмитрий Песков сказал следующее. Мы видели это высказание. Мы весьма сожалеем, что руководство США продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах. А у меня вопрос. А мы правильно диагностируем болезнь? Это всего-навсего внутренние игры? Либо что-то серьезное за этим стоит? Да нет, конечно, я здесь с Песковым не согласен. Я вам говорил, что у американцев есть долгосрочный план. Этот план, он поэтапный. Три этапа достигнуты. Четвертый этап – это лишение России суверенитета и развал ее там на 5-6-7 частей. Это экзистенциальная угроза, это реальная угроза, преодолеть, которую мы можем очень сильно только напрягать, если напряжемся. И мы, в общем, нам это удается, слава богу. Но не надо понимать, вот именно таким образом, как это понимает Песков, они последовательно, целенаправленно, настойчиво эту идею реализовывают. Посмотрите, как они, ну, по их представлению и прекрасно реализовали план с Украиной. Ведь воюет сейчас Украина. И вроде бы как ни Соединенные Штаты, ни натовские страны. Те им сбавляют старое оружие и дали советское оружие на утилизацию, которая была, мы им оставили, кстати сказать, бездарно совершенно от организации Варшавского договора. Вот они все это использовали по полной программе. И в том числе предательством Шеварнадзе и их же с ним оставили в группе советских войск, в южной группе войск, советские вооружения. Вот это мы сейчас утилизировали. Мы утилизировали уже относительно старое вооружение. И сейчас утилизируем то, что было неиспользовано в европейских странах, в Соединенных Штатах. И вот это все, за все это мы платим кровью на самом-то деле. И поэтому план-то их реализуется. Они платят что? Ну вот из тех 100 миллиардов, которые американцы отдали Украине, они, собственно, сами на себя любимых потратили там порядка 80%. Да, прекрасный план. Воюют украинцы, гибнут украинцы. Они финансируют эту войну. Причем масштаб этих финансов не такой уж большой. Если его сопоставить с военным бюджетом, это действительно менее 10% военного бюджета США. То есть, в общем, по американским понятиям, за мелкие деньги Россия имеет колоссальную головную боль. И то, что сейчас происходит на Украине, это произошло не в 2014 году и не после 2008 года. Это произошло еще в конце 80-х годов. Я же вам говорил о плане, который был утвержден в отношении России 89-го года. Вот это все последовательно идет. Это причем стратегии, которые придерживаются обе партии. Это и администрация, и Конгресс. Если вы посмотрите тот же самый законопроект Трампа, кстати сказать, об ослаблении России путем санкций и прочее, прочее, вы увидите, что голосовало практически 100% американцев, американских сенаторов и конгрессменов. Это двухпартийная политика. И здесь я бы тоже не слишком уж рассчитывал на то, что после Байдена придут, как у нас любят либералы из академических институтов, из здравомыслящей круги США, которые никогда к власти не придут, потому что эта борьба идет экзистенциально, не на жизнь, а на смерть. Извините, я просто простудился, такой голос у меня может показаться. Сейчас все болеют, так что ничего удивительного. Знаете, еще хотел. Дмитрий Анатольевич Медведев написал оценку этого. Я зачитаю, она длинновата, но стоит послушать. Итак. Примитивный шантаж Конгресса США администрации Байдена совсем не нов и имеют исторические прецеденты. Дайте денег нашему парню, вставьте нужную фамилию, АТО, а не то придется начать войну с русскими. Так говорили разные американские президенты и в самые разные времена выколачивают доллары своих законодателей. Вопрос сегодня в другом. Первое. Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада. Второе. Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавший действующего президента США членов его семьи. Третье. Никогда, начиная с Карибского кризиса, не было столь реальной угрозы прямого столкновения России и НАТО с переходом в Третью мировую. Это новое явление в американском политическом дискурсе, созданное АО «Джо, запятая Хантер и партнеры». Впереди у них маячит перспективы импичмента, что вряд ли и проигрыши на выборах, что весьма вероятно. Отсюда хамский шантаж, непрерывная истерика и дикие намеки в наш адрес. И последнее. Деньги администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Но сейчас так, в новом году. Не сейчас, так в новом году, чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. Из-за этого бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несет семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь. Ну, вот такое, достаточно жесткое заявление. Ну, да, жесткое. Последний год-два удивляет нас иногда своими жесткими заявлениями. К чему, надо сказать, уже даже мы и привыкли. Но я бы не стал здесь акцент делать на Байдене. Я повторяю все раз. Вот эти вот уходы в сторону Байдена, его сынок, эти нехорошие дяди из демократической партии. Я бы подразумеваю, что есть критики, которые могут быть хорошими. Это не совсем то, что происходит на самом деле. Так же, как и оценка Пескова, что это кризис внутренней политики. Это хорошо покритиковать, но надо понимать, что стратегия более жесткая. И она не зависит ни от Байдена, ни от кого. На самом деле, уберите сейчас Байдена. Вот это вот глубинное государство, которое управляет Соединенными Штатами. И тогда сразу все становится понятным. Украина – это инструмент. Мы же говорили, опять же, вот надо просто последовательно дальше эту идею. Это инструмент Соединенных Штатов, как и НАТО, как и Европа. Это инструменты Соединенных Штатов. И они будут использоваться против нас в этой геополитической борьбе, потому что сейчас нужно ослабить Россию, а лучше всего ее разделить на части. Тогда многие проблемы, скажем, кризис на Ближнем Востоке, которые есть, это на самом деле во многом кризис китайско-американских отношений. Это кризис китайско-американских и российских отношений, потому что новые центры силы формируются сейчас на Ближнем Среднем Востоке. Многие центры силы к китайским, индийским – да, миллиард четыреста миллионов в каждом из этих цивилизаций. Но есть и цивилизация исламская, тоже миллиард четыреста миллионов. И, кстати, Визит Путина очень хорошо показал и позицию этих арабских государств, что этот центр силы у него есть своя позиция, и она отнюдь не проамериканская. Поэтому воюя на Украине против России, американцы на самом деле и воюют и с Китаем, и с арабскими странами. Но надо понимать, что воюя против нас, мы защищаем, хотим мы этого или не хотим, и арабов, и китайцев. Вот это вот тоже так происходит. И, кстати, те прекрасно понимают это, и нам именно за это и благодарны. Они это все прекрасно понимают. Поэтому жесткая борьба, ну, я еще раз говорю, мы победим в этой борьбе, если не произойдет внутреннего надлома. Если вот та третья часть нашего общественного мнения, нашей элиты, которая сидит вечно держа Акфибу в кармане, в том числе и во власти, если она не возьмет свое, она может взять свое. Так бывало в российской истории очень часто. Вы посмотрите, ну, вот если российскую историю проследить, ведь, ну, во-первых, как бы не надо отождествлять мудрого государя, который все делал хорошо, с его личными качествами. А вот что у нас после рядом происходит, когда мы оцениваем деятельность там Петра Первого, Екатерины или Сталина, да, или Ивана Грозного. Вот. Надо просто смотреть, что они сделали для государства, и не смотреть на их личные, так сказать, деяния, да. Но очень много и очень часто зависело от конкретного человека. Пришла в свое время Анна Яновна в 30-м году к власти. Одна была политика, пришла Елизавета, другая, хотя ни вторая политикой не занимались. Пришла Екатерина, третья политика была. И вот насколько все у нас зависит от конкретного человека. И почему я говорю, что история, конечно, она объективна, но она очень субъективна, если в России приходит не тот лидер. Это вообще настолько субъективная часть политики, что ее даже отрицать очень трудно, потому что вот субъективизм как раз выразился в том, что у нас были и очень, скажем так, мешающие нам лидеры, мы были и просто откровенные предатели, такие как Горбачев и Ельцин, да. И исторически было бы правильно и политически верно назвать вещи своими именами. И тогда у нас многие вещи, кстати, политические были бы понятны. Мы бы сказали, эти предатели разрушили организацию Варшавского договора. Мы потеряли свою зону оккупации. И вы, пожалуйста, немцы, знайте, что мы оцениваем это как предательство, да, тоже как и все остальное. И думайте о том, что мы можем к этому вопросу вернуться, а не двигайте вперед границу, там, до Урала, как вам хочется. Но, как я понимаю, у американцев не все в порядке с деньгами. Байден сообщил о сокращении контингента вооруженных сил США в странах НАТО до 80 тысяч. Извините, я бы не стал эту тему педалировать. Все в порядке у них пока. У них есть своя печатная машинка. Сколько надо, столько напечатают. Они напечатали 3, плюс 3 триллиона просто во времена пандемии. 3 триллиона во времена кризиса. У них 60% их денег находится за границей. Они напечатают еще 20 триллионов, выбросят их за рубеж. Ну, и там будет инфляция, она их не затронет. Это все вы принимаете. Конечно, хорошо им сказать в отношении их финансов, что они у них плохие. Но, знаете, когда они у них бездомные, то на самом деле это для нас-то никакого значения не имеет. Алексей Иванович, спасибо огромное. Алексей Иванович Подберезкин был с нами. Заходим, подписываемся на наши ресурсы. Телеграм-канал Соловьев, телеграм-канал Коронаухов.